был это мой старый что еще раз это старый стрим раз буду дышать чуть раз два три четыре это еще еще пять минут 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 говорю я 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 тут ну там отставание понимаешь там идёт отставание 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ну всё в два уха 1 2 3 4 1 2 3 4 но она должна быть нормально 1 2 3 1 2 3 4 но она должна в желтую идти ну просто вы как опять разбалансить я могу сделать вот так но я буду дышать а ты ты максимальный звук здесь не больше раз два не так лучше не можем сделать чтобы она была сильно громче надо просто балансировать здесь систему все могу сделать вот так раз два три четыре раз два и тогда вот здесь мы сделаем 1 2 1 2 1 2 3 там я буду говорить громче а здесь буду говорить чуть тише раз два три 4 раз два три 4 раз но вот так вот там в перегруз уже просто уходит ну по-моему отлично ну ребят собираемся обычно первая часть лекции куда то убежала поэтому все сначала пускай валит еще потом они будет типа целую нарезать не знаю раз два три 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 о чем мы с вами будем говорить окей все собрались кого то ждем все на месте смотрите мы мы сегодня начнем тогда обзор всего с были таки с тут с скоро и потом немножко продолжим в с до либе я что-то напутал свои листики секундочку у меня одинаковые займись куплюсь и второй экран вот деле дело в том что как бы одной из там вещей которые вы часто заботитесь это пишите программа сколько оперативки на живет да вот но если вы конечно google chrome то вы не в этом не заботитесь обычно с вообще программисты стараются заботиться о том чтобы их приложение жаль и как можно меньше оперативной память логично вот и каждый раз этого пишите что-нибудь типа там строчка прикольно ладно неважно я вам обещал объяснить разницу между символом и строкой да разница супер простая на самом давайте что-нибудь сделаем типа дефа bc если вы думаете мы странная типа сделком из не рубиться style вот которым перед строку вот если эту строку вы сравниваете там не знаю вы пытаетесь понять что в ней есть счет у меня посветка синтеза сломалась где я пишу вообще непонятно тебе пишу в несуществующем месте пишу давайте сюда вернемся если вы пытаетесь понять что в нем есть слово рубиться вот тогда мы говорим если у нас php world одна история если у нас там рубиться рубиться моста и в другая история false true отлично что-то еще помню вот причем идея идея в том что когда вы выполняете этот код вот то каждый раз когда вызываете метод не рубиться ставил он передает него строку да вот эта строка по факту она на самом-то деле без дополнительных каких-то там типа там по не понимание чего-то там не знаю каких-то сигналов от вас как программиста она будет каждый раз выделяться в памяти то есть вы будете когда создавать в строку в паха поворот на вы помните что строка это тоже в руби что совет объект из этого в памяти посылают его внутри этого плюс даже внутри вот это рубиться строка будет все время вызываться также вот по ним понимаете идея вот поэтому как бы это не очень хорошо заставай вопрос будет вызываться будь письма не смотри еще раз не вызываться он когда будет обращаться то есть для него это строка для интерпретатора руби да это инструкция дорогой друг пожалуйста иди пожалуй возьми сделай объект класса строка с значением рубиться на 3 выделила в памяти четким сделай и каждый раз да вот я не уверен что очень быстро ты сможем проверить такого сходу вот но я вам точно говорю что это будет там примерно так есть вашего табы в каком-то виде в каком-то версии руби появилась возможная такая волшебная история по названию frozen frozen комментарий над вашим файлом сверху где вы говорите типа дорогой руби когда вы будет считать этот файл все строки которые то лишь прям в ходе да они их не надо каждый раз вызывать сделай хоть раз один раз одну допустим на рубиться то есть ты вызовешь и первый раз наш не обтирал трупового да что такое я не понял как точно пишется что-то типа такого давайте чтоб точнее посмотреть frozen string литера утру чё прям прям угадал так вот это такой положили в кучу и все время я доставай не каждый раз выйдет создавать помечать вот но это появилось сильно позже это появилось версии по вам в 2322 что такое в руби до этого этого не было вот плюс не забывайте о том что все строки в руби они как бы иммутабельные да вторая история о том что если вы хотите сделать вы можете вернуть ну тоже так вы можете вот так вы знаете сделать по хп world плюс тайм дэйт тайм наут с наверно рекой дэйт ну вот и он тебя еще будет каждый вас строке добавлять да это имминал то есть он будет добавлять помощи какую-то штуку чтобы убедиться что он реально добавляет вот тот но треть добавляет время чем некрасиво вот в чем идея идея в том что в какой-то от времени стать языка постарались решить две проблемы первая проблема в том что как бы вам периодически нужны строки которые действительно но никогда не будет будет измениться да то есть они такие прям вот вы их написали как вы здесь отрубиться и скорее всего в коде ну то есть вот это вот столько рубиться она реально никогда не поменяется ну то есть на вот это будет на этаже вот упаси вас большое вот и вторая история о том что часто вам нужно необходимость когда вы типа пытаетесь это там вернуть какой-то объект чтобы должна верно зарядка идет идет когда вы пытаетесь вернуть этот объект чтобы он тоже нигде не менялся то есть вам кидался ошибкой допустим если я пробую правильно в джаи все сроки сразу им иммутабельно то есть сроки уже вему все иммутабельно вы их только можете мотивировать с помощью специальных методов которые нам как-то и добавляет такое вы не можете этой строке прибавить 4 и появится новости как где будет конца 4 такой продолжали невозможно вот вот это сделали немножко некрасиво и сразу поэтому одна из попыток придумать когда починить появились символы символы вы можете думать про них как таких специальных строках которые которые вы из примерно вот так вот то что я сейчас вам называл это плохой пример то есть сейчас вот пишу вот я вам там хороший пример да допустим мы сделаем комикс такое перечисление что есть мы скажем подумаю нам нужно что-нибудь типа у нас есть какой-то аргумент мы в этом аргументе мы говорим когда там типа ну давай так когда манды и когда тюзды и вот даже так он типа сделаем метод на втором торговый когда мы можем бухать вот и за будем передать да и будем начать что-нибудь типа ритурн тоже позитивно можем то есть по пятницам субботном воскресенье можно по странам нельзя вот ну и как бы вот в этом да и мы будем смотреть на манты когда даже так когда фрайдой сады дэй санды еще элс да нужно было сделать вот так вот сделать фрайдой вот такие как и наш ритм писали сады дэй что ты сегодня промазываю клавиш и санды и вот но тесно вас только нет который мы такие распутся бухать фрайдой и против как должно быть труда ничего не вернулось потому что потому что после каждого возвращая да это можно было она там надо было записать на труб вот вот но если вспоминать то что я вам говорил раньше давайте проверим что у нас сегодня манды и будет фолст фолста если то что говорим вам раньше да то вам сейчас вот я бы вы фактически вас есть какой-то там конечно набор элементов то есть файты санды санды да и вот каждый когда вызывать минут бухать вас вызывал в эти строки они как бы но как-то вот локейтится в куче как-то их потом надо собирается память освобождается прям сложная история поэтому в целом вы можете сделать вот такую историю можете взять сделать символ по названию манды вот то есть сделать все через символы вот это будет как минимум более оптимально с точки зрения интерпретатора потому что символы все время имени имеют одну и ту же один и тот же объект чтобы доказать что это тоже один тоже объект смотрите его пишу этот пишу путь фрайдой фрайдой объекта иди сейчас на самом деле будет прикольно все это разные не то что он берет все это ерунда вот но есть этот один тоже объект у него один тоже объекта айди объекта внутри и рубина что если по это сделали строкой райды здесь и фрайды здесь наверно есть это разный объект разные тишники поняли символов одна из цели которая была сделана вот вторая цель этой мутабельность то что то вы не можете сделать манды плюс 4 потому что он скажет чувак типа символ то есть нельзя делать плюс к символу что это такое и где-то и где-то в одно место вот на самом деле это все как бы то есть принципе символ были созданы того чтобы у вас полики таких определенного вида строки которые вы могли бы использовать различных приложения которые точно когда не менялись вы никак не могли их модифицировать и все такое наверно так как-то стало понятнее зачем символ чем строки один из основных из основнейших из кейсов символов это ключи в хаше на ключи вашем хэш мэпе вот самая дойдем и давайте принципе дойдя на него я с нее поговорю с него вот хорошо символ строки разобрали давайте перейдем так одно из самых главных от двум самым главным структурам данных которым придется работать это массив и хэш кто-нибудь не расскажет в аудитории что значит что такое массив что такое хэш может так на пальцах кричите кто сможет лишь такой массив ну кто-нибудь давай набор на тем значение данных от нативных не принимая набор значения данных индексируем набор данных такие что еще пронумерован набор данных еще раз объектов объектов больше нравится хорошо пронумерован бар объектов там еще доставлю свое определение стек объекта сильно ниск низко 2 остается оставаться повыше чем еще ну не одежда и тут сам ли все что говорится примерно правда я просто не интересно как-то понимает массив нет нет ну смотрите по факту массив это я почему все время смеюсь когда есть реклама дверь из массива архива сами такое вот это просто какая-то коллекция набор каких-то объектов которые расположены в одной области памяти память здесь довольно важная штука да потому что все таки это как бы влияет то есть именно для этого как бы массив может быть создан наверное как конечно когда вы писали носи вы создавали массива увидели как они там в память располагается выполнить что там надо писать что-нибудь типа там рей равно там и молок что там там типа 4 на сайт на множесть умножить на сайзов энджер да что мы такое там такая история вот почему еще массива кабаном и принцип массив это такая достаточно логичная статуру данных что вам нужно г-то куча какая-то вот там типа корзиночку того может сваливать или свои объекты кит свои значения с которых потому что их там забрать и почитать вот что важно в массиве очень важно что все элементы массива чем это мало быть не только там числа на это могут быть легче любые объекты которые у вас есть до вплоть до смотрите выше ламп просто чего угодно и они лежат все одинаково по ним может итерироваться кто не скажет почему мы можем очень с токостью то есть вот так вот итерироваться по объектам в массиве может быть 1 2 3 5 на все это самом деле математика очень простая да то есть типа у тебя есть один байт получилось английской это вот поэтому когда вы говорите дай мне пожалуйста массива 3 3 элемент то происходит следующего такой так треть память вниз такие ячейки да то есть там там не знаю какие-то штучки вот суть том что у нас тут размер объекта размеры в этой штуке он все время константин допустим предположим что один байт до 3 значит не нужно взять если это знаю где у меня начала она пусть на адресе 0 x там 0 0 допустим да вот мне нужно этого адреса в моей памяти отступить 3 байта и это будет адрес моего объекта который я взял вот то есть это очень быстрая операция которая вот такие раз и готова поняли идея вот поэтому массива не очень эффективно того чтобы почитать какое-то количество какой-то определенный объект по его адресу вот давайте посмотрим чуть чуть более высоковольное что очень можно сделать руби с массивами какие тут есть классные фичи и что может делать вот ну самый банальный штука вы можете задать массив как я уже сегодня сделал много-много раз 1 4 2 3 4 5 6 да вот это все легко я даже наверное давайте мы будем делать следующие штуки можно взять первый элемент массива first и логично что можно взять какой-то массива вас все верно да то есть это тоже достаточно легко через такие истории есть другой синтез вы можете в массиве взять нулевой элемент он тоже будет первые да это будет рай 0 и может быть последним массива как это использовать для массива при массивов венс использовали массива каунт часто используют для томских этих рекордов но по факту это всегда сайс как бы массив сайс легко вот проверить массив пустой или не пустой будет empty тоже довольно полезная штука не надо делать как вы любите делать сайс равно ровно нулю вот есть специальный метод empty работать чуть быстрее я не знаю факт есть достаточно классная штука под названием пуш будет все верно минус один тоже достаточно для вас понятно очевидно вот есть есть сайс он же уэнс он же каунт вот обычно насколько я вижу которая позволяет вам туда запихнуть комнат элемент массив допустим 7 ведь он в самом конец запихнется то есть 1 6 7 есть поп который достанет последний элемент из массива от нас случае шестерка да таким образом используя пуш поп вы можете получить довольно простейший стек который вы можете использовать то есть пуши до добавить конец опыт достаточно конца и вас получается стек который можно организовывать на массивах есть другая история с shift там есть shift который позволяет вам добавлять то все верно начало массива вот не позволяет а дожди неран шифт да позволяет я работаю аншив позволяет это ошиб позволяет сначала что-то достать вот так вот аншив позволяет давай сначала аншив позволяет сделать вот это то же самое то есть можете пихать массив с любой стороны вот и на самом деле это как бы такие простые операции которые вам пригодятся также по массиву в массивах есть много вещей как их можно видоизменять давайте почитаю то есть давайте поговорим с операторами оператор чуть-чуть более веселая история первых массив можно как-то умножать узнать что происходит при умножении массива до останется много то есть все элементы массива если там сделать один два три поменьше массив вот он тип вот и получается к это очень то есть можно нажать и сделать строку из массива таким образом не делайте так вот но потому что для этого по факту есть оператор под названием join который может вы можете вызывать им большим однородным массивом вот я сейчас наверное еще сделаю так чтобы более наглядно для вас вот вы поняли идею умножение массива прикольно причем интересно можем нажать массив на пустую строку пожалуйста возьми каждый элемент массива и соедини каждой массива с помощью кого-то символ получится join или вот так или вот так можно тоже сделать типа вот такую историю будет один плюс 2 плюс 3 вот умножение так себе идея на строку вот также массив можно массив можно складывать и вот можно добавить массива другой массив получится еще один массив и можно вычитать вот тут ничего не при не произойдет но если вы попробовать из массива есть массив 1413 наверное 13 то это по сути как бы но разность массива это по факту перетечение массива до принципе это такие же операции пересечения есть специально процесса писящение массива вот 13 и компанию что нет вычитания для четыресечения наврал это это просто вычитание есть операция пересечения массивов дали пожалуйста общие элемента в двух мастингах если операция объединения массивов типа найди найди все разные и без них в один будет 40 42 23 то будет такая вот история вот также можно добавлять добавлять массив разные элементы с помощью операции греб сказал греб не казалось не греб за поиск как поиск файлов нет с помощью операции елочка вот я называю 1 елочка вот такие вот штуками ты можешь добавлять внутрь 4 вот при этом из интересного по моему вот это будет как как думаешь то что что будет час свернда будет массивный будет еще один мотив это немножко разные вещи не путайте некоторые пытаются делать такие странные истории греб чуть дальше подойдем ничем по моему елочку используют обычно вот этим в рубе это уже нар поняли на рубе есть несколько способов честно идем это же он стингс к секцию рейс я точно искал очень очень долго будем сказать прошу но чтобы вы не делали такой ерунды надо читать ставка это есть рубе ставка это вот где скорее всего сегодня идет сюда будет написано что у вас есть ёлочка где-нибудь да да конечно это 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 окей это это же сделано специально того чтобы вы как тренировались он рейд джоин есть битвин поищите короче там там написано что правильная по моему там говорили про объявление массива таким вот образом да про 1 2 3 1 2 3 но есть чуть более другие способы время массива один вот такой вы уже знакомы на это когда вы говорите рейнью есть еще один он достаточно он пришел к нам с первого сочни очевидный да но можно сделать вот так вот вот будет это будет символы а что будет что будет строками уже зовут че что ли елочка вот хотя опять же это часто зависит от того что ты хочешь сделать но девочка более популярный способ потому что я ошибаюсь еще в н-м-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р гэйс-пожди г ни разу массе числа не сделать еще давно да нет я посмотрим к рубе арейн дефайн может быть то нечисел нам бурс процент наверно нет нет чисто даже не помню что был такой в и нету странно может быть и не нашел короче есть способ с числами точно уверенный способ определять массивы с помощью таких вот процент чего-нибудь вот в классическую счету пациент в который дает вам массив массив строк да ведь вы взяли массив строк ну и потому что в другом случае это очень фигово писать вы пишете а это надо писать один потом два потом три очень неудобно надо снимите скобочки ставить там кавычки расставлять если вы пишете кому местного внимание он очень подсказывает но мне как используется любимым приходится страдать время писать это вот странную историю вот это довольно популярная тема часто с помощью не брать константы вот поэтому можете также сделать массив символов давить у меня есть массив 123 только это символ вот но если бы здесь были бы не числа были к нему из abc там я были вообще были символить амбц прям символ символ вот так же очень популярна с помощью этой истории бегать рига экспорт где уговорите а б крышечка к нибудь и и это вас регулярно выражение вместо того чтобы писать это через такие вот штуки вот в реально жизненно рыбой шея кроме символов и строк ничего сильно не встречал ну да вот но мы вернемся к нашему классическому 123 чтобы чтобы у вас было понимание смотрите что еще можно сделать это было скучно чаще что можно сделать массивами есть средний чай что может может сделать массива это с ними как-то взаимодействовать и итерироваться за все это отвечает модуль по названием она марбу в массивах вот но по факту что можно делать вы можете сделать очень простую историю по названием пойди по всему массиву что-то прочитаем это уже конечно сто раз видели да это прям прям легкая история один вот пусть и конечно 1 2 3 можно сделать из операции map который тоже популярна очень сильно который говорит пожалуйста возьмем и массив и каждый трансформируем таким образом чтобы каждому элементу зато массива поставить в соответствии результат результат блока который выполняется то есть в данном случае мы говорим что у нас результатом будет новый массив рейд 2 до в котором мы говорим что у нас будет путь и рейнс inspect 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 и рейд 2 inspect так вот видите у нас первый массив 1 2 2 2 3 4 то есть он для каждого элемента в этом массиве вызвал блок вот в него передавал внутрь элемент внутри бога передал этот элемент что-то выполнил и результат записал как элемент нового массива поняли ли говори огромное да да все верно и это просто пойди по элементам массива что-то с ними сделай map это сделаем же с ними и результат этот пожалуйста возьми сохрани обратно смотреть очень просто вот вот твоя разница между и чем об бы здоров просто понял разницу то есть не изменяет сам массив map изменяет самость но как не изменяет он выдает обратно тебе наружу новый результат что важно заметить что можно сделать вот так а еще вы знаете про методы с высоте на знаками в рубида который заменяется в объект вот вот это вот классическая история что если мы сделаем вот так с кричником видите то все стало 234 потому что вот этот сам массив при вызове map он изменился поэтому он станет 234 и как будто сам р станет 234 223 тоже в основном 234 ничего не будет там поводу документ нет и не получилось на документ нет теми которые не не предполагает изменения их просто не существует вот использую слове блока да то есть мы говорим пожалуйста выбери у меня из этого массива все элементы в которых значение больше двух и вернем их обратно то есть отличие от папа мало того и штуки дальше простейшими штуками есть следующая штука по названием select который вы видели в своей анкете до select от император который выбирает какие-то элементы из массива элементы и вот он не изменяет элементы он типа изменяет размер массива на то есть пусть остановится больше элементов и остается столько же вот мы довольно логично вы оператор select выбери достаточно по моему логично вот из интересных еще есть есть ничь которым мы говорили а есть реверс и ч понятно что он делай до реверс и ч он делает русала такое и начиная с конца панели сверху сзади вот некоторые еще делают реверс . и что это одно и то же и реверс . и вот как один чаще всего правильный потому что он написано оптимизирован и вот не выдает нового массива поэтому чаще всего такая история более правильная вот там искать одно странное исключение на не помню какое связано с перфомансом но скорее ты должен с ним не возьмем не вас не столкнешься короче это по поводу по поводу таких легких трансформации массива да макс или актич есть есть безумный трансформации массива вот ну то есть это то есть такие штуки чтобы типа там take 3 то же самое там вы знаете эту историю да там возьми пожалуйста два два элемента знаете пойдет такие вот есть более безумные штуки допустим которые скорее всего будет использовать чисто что поиграться вот есть combination я уже не помню как она вызывается сколько нужно моменты по-моему нужно будет видать ему комикс количество комбинаций и он вам отдаст сейчас аспект сделан combination to а его даст все возможные перестановки вашем массиве если он без 1 2 3 то есть все возможные уникальные пары в в массиве причем вы также можете задать ему для просто мин для троих штук но трех не получилось да ну для одного тоже будет скучно носила числа чуть побольше 1 2 3 4 то есть всевозможные комбинации туда вас с тремя наверное получится вот так понимаете здесь вот надо сам вот описать довольно тяжело также есть combination есть repeated combination которым еще будет также под повторы чтобы понять в котором также будут повторы этих элементов у вас будет 11 вы можете самолет что же повторить комбинаций на качать расширен да то есть вы говорите в комбинации все уникальные доводите все уникальные но еще плюс тот самого элемента тоже нам нужен вот это одна и стоя есть такая же штука с permutation permutation mutation вот я уже даже не помню что это а этот как как combination только еще не умеет быть представлены местами на то есть вас видеть есть один то есть combination у вас были такие а тут они еще умеет 21 переставить на 12 то есть 21 они меня еще не зависит от места нет места вот но и здесь такая же история с репетт из памятейшин то же самое так у вас еще будет там типа сами элементы очень классно выгода выставили на какой мыс массив типа рэй там на 50 элементов которым не знаю можно просто классно греться зимой на самом деле типа вот такой типой 50 много там 50000 наверное и такое поехали ждем выбрать 50 элемент 50000 все количество персонал окне ручка остановись все не хочу тебе можно это сделать типа сколько у меня тут чтоб сколько у меня тут все пьют что помощь на дать 16 times ну не очень ну вещь и так потормаживать чуть уже он хоть это поточный тип и носила цепушку поджирает вот можно просто сделать еще кваску вот это все внутрь короче потом внутри ты даешь новый сред чтобы ты волк и много по точно даже внутрь немножко поправим не знаю но это типа я поставил учусь когда как если будет в кампе очень холодно потому что минске сиха очень холодное время вот то вот так можно спокойно погреться зимой прям типа изи вот и потом все эти траты немножко подождать чтобы они закончились выполнение возможно еще за насчет зависит все джоин и джоинда а это как типа форм бомба вот и так вот наверное будет повеселее конечно что-то очень сильно моего понимаете типа сразу сразу справляется а почему-то с ней не хочет их управлять будто он их не да вот вроде нет мы посмотрим и в 5 в 5 руби но смотри вот вот это был руби ну ладно мне мне что-то казалось что я как-то раз такое делал стуки невозможно быть ладно это одна история с примутейшнами еще есть из интересного если у вас есть массив какие-то нибудь странными не уме почему-то здесь да у вас есть такая вот история тем забыл пояса уксом греб руби ну я точно знаю как можно сделать еще более жестко да и согласен вот это фаунда то хотят протор компакт который возит и возит он спокойно сделает не уберет него и вот понятно почему но вам не надо писать что-нибудь типа select если не не вот такая штука что еще раз не только не убирает false не убирает false объект а вообще есть если 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 правильно до него объект вот именно именно сам компакт убирает только не вы вот фаса не убирает если вы хотите брать фаса используйте select по-моему я не помню еще в руби по-моему это не в руби к сожалению да труси есть руси на чем он не по-моему нету ты врешь те фаса есть поводу да нет такого да потому что просто в полу в рельсах есть такая штука можете тоже ошибаюсь не нету уже наврал все наврал так компакт мы поговорили также есть очень просто нет юник который если у вас есть не уникальные вещи допустим удавались за двоечку то он или меньше двойки вот я думаю это очень субъективно поэтому просто вот так да конечно лишь напишешь компакт сорт он сортирует да кстати это самая классная тема что в вы наверное понимаете что руби там очень классно выглядит за что пишет то есть уникально сделает сорт вы уже познакомились до посортировать вещи происходит почему сорт не работает да очень трудно понять как сравнивать не с двойкой не больше двойки и поехали помню спитой это позволит не очень классно что питание ты будешь не быть типа 40 рей компакт вот такая история там чаще всего такая история будет а еще это будет поймать рей компакт что еще будет ужасно выглядеть вот поэтому тут есть небольшая особенность красота есть супер популярный супер важный метод по названию sample вы ни разу не будете воспользоваться так что не надо очень полезно будет дай мне пожалуйста с учетовет вот есть возможность массив перевернуть вот рейдер верст инспект да то есть он придется в эту сторону и когда вас на соседность пошут пожалуйста напишите мне код который переворачивает массив массива почему-то все именю вот ведь уже двоечка было ну и на полезно 20 когда он массив с юзерами нужно хоть хоть любой и обычно любой это первый возможно прям любой смысле любой прямо тут тоже классический вопрос на собеседование вот он рей . reverse больше не нужно мне надо писать чем-нибудь там типа вайл и там вот это все такое непонятное есть тоже очень странный между званием шафа шафа вода типа перемешаем все элементы в случайном порядке вот ну не знаю пару воспользовался не очень не очень оценил на прикольно шафа сэмплс есть счета еще есть очень advanced штука вайс транс полз вот если вы подумаете о своем рейка к двумерной матрицы там 122334 то по моему он ее умеет транспорнировать инспектор и по ржи транспонирование возможно только на так тоже возможно вот тогда он просто умеете переворачивать матрицу другую сторону понять и вообще для того чтобы работать с матрицами в рубе есть целый металлый класс по названию матрица но это мальфикс вот говори то есть ты наверно сильно прав я просто посаде просто старенький время делаю так раньше такого нельзя было спасибо да пустое то же самое что по это то же самое что путь инспектор транспорта транспланирует матрицу очень легко он пригождается и так далее еще есть чтобы названием бисерч ах ты задаешь заболокая что еще есть и select да еще есть find из такая что позади find кто знаешь что делать find что ищешь что-то ищешь а что и все это все это же ищешь тебе select и выбираешь find тоже выбираешь а что да короче все то что обычно когда вам нужно найти куда определенный объект в массиве по значению до часто особенно вы пишете выберем не все которые равно там значение возле 1 до но проблема в том что когда выбираете все по значению то есть вы пишете вот реально так типа select и 2 и потом возьмем там first но проблема это стоит в том что вы кого реально проходите по всему массиву до конца убираете все потом создать новый массив там все такое вот find проблема решает он говорит просто как только 1 найдешь вот его верни все становится неважно вот это find в массиве помимо файда то что хотел вам еще подсказать и то есть история с с поиском это бисерч вот бисерч кто наш такой бисерч бинарный поиск да это бинарный поезда вот короче за том что find реально на проходит по всем штукам до беда на поиск работать немножко по-другому он пытая он берет он делит все на 2 и каждый раз тут его идет вот такими двоечками по ходу работы за логарифм да давай вот за логарифм но что у вас подбинарный поиск работа вам нужно что ваш массива сортирован но подальными вот примера если мы возьмем сделаем 1 3 7 8 2 5 3 4 вот я не верю что он найдет 22 возьмем на диме роста все что больше она короче трудно придумать конечно но помните что бинарный поиск это штук которую реально ищет сильно быстрее на больших мастерах на бассив дорого и сортированы поэтому часто если вы хотите найти что-нибудь там в телом а севиза наверно да такой придумать condition смешной 10 канала не найдет же логично вам легче быстро его посортировать как сортом потом поднять бинарным поиском чем пойти по каждому элементу его передам перебрать посмотреть найти прямой сильно более тяжелой операции вот окей бинарный поиск поговорили и наверное в принципе а еще есть небольшая история про флат про про флатан иногда встречается такая ситуация что у вас есть вот такой вот массив до какой-нибудь там вот такой еще где-нибудь объект лежат вам нужно из этого всего сделать однородный массив вот что вам сильно не геморройца есть флатан который вам делает из то есть у нас закрывает уровни вложности внутри массива он берет все-таки опы сделать однородный вот есть еще такая интересная штука что часто вам происходит вам происходит такая ситуация когда он уже взять элемент если подумаю сделать удалось тоже вот так смотрите у нас есть вспоминая есть группа есть вот эта классическая ситуация вас если не 3 4 5 6 7 8 его нужно взять и сделать из этого типа кусочки да то есть вам нужно взять примерно то что вам нужно но не совсем а что надо уговорить пожалуйста возьму массив на нашинку его вот две штучки и сделанного массив удалось даже не так вот даже 9 вот его нужно сделать массив который будет 1 2 3 4 такой по парочку разбить по двоечкам чтобы потому что с ними делать вот вот еще такая операция на станете свайц которая 2 3 4 5 6 7 8 9 ничем вот и если вам нужно вернуть его обратно в свою жизнь дата вот вы берете в флотно делать обратно его однородным такая вот такое жонглирование массивами есть еще такое такая операция называется flat map потом и знаешь что она делает флотно по самолет его это это то же самое что map плюс флатон да только быстрее с утром что чат иногда у вас получается ну даже наверно можем взять какого-то покатать выговорить у вас есть массив и вы говорите что пожалуйста возьми мне массив нет не могу не могу придумать обычно это типа с конвертации хошей очень очень актуально но просто запомните что матфаб это то же самое что map только когда если у вас будет любые вложности он верят в народный массив вот там есть нюанс не любые волосы только первого уровня но неважно все это все что у вас есть массиве такого супер интересного я думаю что вам возможно понравилось именно эта история а кстати туплю конечно же самое ваше любимое есть и чудо а есть и чего из индекс который когда вам есть чего давать он говорит вам элемент индекс ну и потом можно посмотреть индексы наше случае не будет отличаться ничем есть и самое смешное что есть мало того что есть и чего из индекс да иногда есть map в из индекс вот на позорность то есть можно сделать map выйти потом взять его из индекс его он будет давать то есть внутри сможете сделать что-нибудь типа давайте тема что мы тупое и скажем что а может мне из моего массива доставать индекс плюс 6 и он так вот его типа 7 8 9 дальше будет него нужно еще будет ничего вот кстати вернуть map из индекс основы на том что мы сегодня с вами обсуждали он снова том что вы можете взять map зла по вы не вернули то есть там ума по не дали бог да поэтому а повернул и и итератор и литратор дальше похватился через визы на их задача сделал такую магию мы сегодня с вами говорили когда когда он показывал сорта и ники все это к это касается массива я думаю что мы не доберем с вами до 100 либо перенесемся еще раз вот давайте поговорим по другой более важный более важный тур данных которые есть руби который называется как хэш что мы знаем про хэш кто мне объяснишь тобой хэш хэш да если я что называется хэш вот это же если не прямо если я правильно помню одно название наркотиков да но это никак не связано ключ значения туда можно много чего записывать окей а кто мне скажет в принципе принципиально отличие массива от хэша вот типа есть массива из хорошего массива что-то можно писать хэш это можно записывать тут сам есть два варианта нет обе оба неплохие первое действительно в массиве вы доступаетесь к одному элементу по индексу в хэше вы доступаетесь к любому элементу почему крючок что мышцы ключом символы только символ что еще что угодно смысле бабушек вы можете являться их массивом ключом массиве что угодно типа что угодно электро электрон в звезде давайте сузим наших рук и там я сушу правильное слово выкрыть его громче нет самом деле любой объект верно любой объект руби может двигаться ключом это важно замечание да и действительно хэш и они немножко по другому работают плане организации их в памяти да вот как работаешь на самом деле я вам стоит объяснить их работать хэш и ну что это достаточно такая может быть странная история или или просто просто дам тебе будет такая магия и вот и он там тебя еще записывается я не покажу могу пример показать короче смотрите помните у вас мы говорим что массив и такая штучка где у нас такие ячейки да вот суть том что тебя самом деле опять же я повторюсь то как я сейчас объясняю сам так сейчас рубежка не работает работы по-другому но для понимания базовой концепции для вас это будет очень легко то есть массиве это как бы выложить объект каждая каждая ячейка которого здесь массиве это на самом ли ссылка на какую-то другую там область памяти который лежит объект в куче да то есть он говорит им типа 0 x там 7 g g g нет 767 там пусть на и так далее вот хорошо себя сложнее на самом деле когда вы берете хэш то допустим вот вас есть один ну давайте возьмем будет у вас есть хэш закомментируем которым у вас есть там а1 b2 c3 очень обычный стандартный хэш вот ничего ничего такого в нем нету вот но суть том что у вас есть ключ который а в данном случае а это символ да вы также можете сделать здесь кому-то очень безумную херню что нибудь типа у меня есть камень лямбда которые которые вы объявили который умеет делать а плюс 1 и вот по этой лямбде качестве ключа вы положите 4 да и потом вы можете вы поэтам где достать обратно ключ прямо щеку это безумие то есть вас есть то есть как я говорю объекта вот лямбда который является ключом на что-то объект вы также можете придумать концу будет супер такую херню вот поэтому так вам нужно типа придумать механизм как бы запихнуть любой объект вам вот в память да где все оперирует единичками на рыноками что сделано в кашах обычно то вообще в принципе похоже на хэш и вас любого объекта допустим это будет стоято символ а циферка есть хэш функция которая берет его хэш сумму да вот давайте знакомить тут чего не такие странные мин и отрицательные неважно товаре еще должны бинарные у вас есть хэш сумма которая учитывается каждого объекта да то есть это хэш сумма хэш функции то всегда способ какой-то максимальной компрессии объекта такого значения допустим этим умеем китов и хэш функции в стиле чудом очень популярно сша да вот эти все истории все прочее просто такая функция которую много-много умных математиков думала как она сделает такую историю чтобы когда вы дать ее фунт когда вы даете одну и ту же штуку на 2 у тебя одно и то же число вот но для для разных объектов и разных штук она дам разные числа вот понятное дело что в эти в эти функции функции не идеальны но об этом чуть позже поговорим вот поэтому вас есть хэш функция который говорит вот такую там такую вот значение после этого что происходит с этим значением там есть разные стратегии которые организовываются но я вам скажу самую простую вот просто этой стиле пример такая вы говорите что ага вот месяц а потом число давайте там минус не от него уберем у меня первое число это двоечка да вот двоечка тогда у меня есть где-то там в памяти мой мастер который отдельно создаю для хэша вот и поэтому вот этот объект когда его существует хэш функцию раз него двоечка попадает вторую ячейку вы сюда вот это он будет жить на то есть он раз таки хэш функции починали взяли путь там примерно алгоритм допустим это будет двоечка или допустим это будет 23 значит полетом это не у этого санитом придумывать это неважно то есть он положился в эту ячейку пока все понятно да но есть нюансы нюанс часть о том что если вы там попытаетесь взять хэш функции это вот у вас есть тупой горитм допустим сейчас я возьму что ему такое 4 нет 5 вот видите смотрим хаш сумму пятерочки да это получается что у пятерочек бы тоже не очень красиво все потому что лишь хэш функции тоже начинается двойки у нас там водичка стала того двойки и поэтому вам как бы нужно вашу пятерочку который объект игрек тоже положить сюда но как бы так не бывает они могут лежать в одной ячейке памяти вас у вас на один тот же адрес поэтому фэш функциях обычно что сделают они для каждой чаще памяти делать дополнительный массив да это будет массив z выделяет ну то есть это классический как называется даже классический там типа двумерный массив можем его так представить где где дальше они складывают эту историю вот так вот они были спорте x y отдельного чаще памяти здесь короче что это лежит у меня в другой памяти z вот ну все факту как бы что что мы сейчас с вами наблюдали это называется коллизия хэша когда вас два объекта и хэш-сумы там и нашу время так совпадают что вы нацелились их в одной вот его ячейку памяти поэтому вы как бы должны их как-то вот сделать и далее поэтому если вы посчитаете внимательно вы кипеть это speed of hash function наш алгоритм с наверно хэш-фанкшинс хэш спитов хэш давайте это дикшен рид называется дикшен ри диктейшн дик еще ныри о оттен что мы такое как-то я помню что он их визит статью не полюху и на улице короче суть том что когда мы говорим про скорость доставание ячейки скорость за 2 не от того объекта из каша то вот в лучшем случае скорость заставания от единицы на то есть вы можете за константное время добры забрать эту штуку потому что вот в это вот наш пример когда вы взяли за мной чеки прям взяли готовы вот но в лучшем случае может учиться такая ситуация что вот я так понимаю вот но если у вас хэш который работает от иначе не одного элемента то вас проблемы вот поэтому все сами языки в камеру я придумаю способы балансировки хэша и прочее прочее но идея пример такая так работает хэш изнутри вот отличие от массива в массе есть упросто в самом плохом мире да вот все ваши ячейки они попались в двор как будто вода вот спорта когда то есть вас именно все важно чем-то дворик хорошо прямо взяли и они вот все всех каш функции фиговые вот поэтому хужем случае это может быть о оттенц взяли смещение готова работает вот или вопрос если хэш работает так фигово вот прям он же работает там типа от единицы в лучшем случае хуже мало тенда где-то скорее посередине реально жизни поискать что-то массиве нужно пойти по каждому элементу и что-то поискать хорошо чтобы найти какой-то объект вы раздали ему ключ получили значение готова такая же такая же быстро так как получили одного объекта вот поэтому когда вы пишете есть массив на работе за и от единицы сейчас все верно все правильно то есть факту хэш был придуман только для того чтобы искать какие-то объекты как бы ну какие-то объекты для поиска да потому что что ритмические оптимации помните об этом что именно хэш работает таким образом работа таким образом на самом деле если говорить про интерфейс работы с хэшом то он максимально крайне похож с то что очень говорили на массиве да то есть если мы говорим про хэш вот здесь то есть у него есть такие же мапы да вот только особенность вот таковая что-то во серии будет вопрос вопрос вас время больше двух вот он вам видят массив а нет но вернет вами на такой массив того чего у вас тебя случалось с этими штуками если вы будете говорить про select то select вам вернет красок ключ значения которым будет как литерироваться да то есть вы говорите что открыть значение ну смо помогли очень смешно потому что map у вас будет inspect map когда вы будете говорить да я не пожалуйста там значение то есть все что вам мы говорили с вами не знаю честно пермутейш на фон это не не часть этого первых мутейшин повод на кого невозможно сделать принципе как бы странная история вот до такого нет вот но то есть все select и все ищи мапами они максимально похожи я вам сейчас не буду тратить время объяснять ну что я уже немножко предустал вот единственное что может быть вам пригодится то что у хаша есть метод в или с которым дает вам значение метод keys который вам дает ключи еще есть столько названием transform values которые может ваши именно штучки именно значения в кэше трансформировать вот будет висит 2 3 4 в 1 2 3 очень полезная история вот еще есть возможность конвертации массивов каша когда вас есть массив массив такого двумерный один один два тоже так дальше а символ а один символ b2 символ c3 да и вы можете писать путь путь а путь рей ту хэш почему путь потому что почистим вот рейта хэшного сделать вам такой же вот хэшка был на то есть он он в этом массиве с ним берет пару ключ значения и сделали не хэш спрашивай хороший вопрос поводки нет ошибку нет видишь стилов взял второй и наверное все ребят ну за что наверное вот у хаша я щепот посмотрю в руби док хэш на полу там больше ничего такого супер интересного нету берет он по нему тренируется каждый раз записывать новый да еще очень старый способ комментации хаша массивовый примерно вот так хэш рэй может быть встретиться не пугайтесь то же самое вот хэш все что же есть массива в конце да сайзы value 100 и что а то проц то есть по похоже похоже а единственная шесть функция мерш который может между 2 хэша один в один вот это похоже на массив такого она между их по ключам магично да вот наверное на этом все а что 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 да я честно говоря я просто у меня два часа уже будет быть навстречу поэтому я мы перенесем с вами садарик чуть попозже я передам свои материалы кому-то будет читать их потому что в этот риве прямо тоже очень много интересного прям много интересного вот я бы не хотел сейчас этим быстро проходить по ним тут там надо полосы на час провести это может быть полтора я вижу что уже все устали пытаясь понять когда будут лямбда и массивы вот поэтому мы сегодня это дело при львем вот но если у вас вопрос о том что очень почитали то задавайте час и или молчите вечность не знаю почему вечность нет окей хорошо ребят все спасибо 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 Продолжение следует...